Все, кто проезжает мимо Чусовитино, невольно любуются нарядной улицей. Она растет прямо на глазах. Раз проехал, пять домов, второй, десять, третий, шестнадцать. А за этими, что при дороге, другие просматриваются. Такие же яркие, каждый со своим характерным рисунком. Ни с конвейера спущены, ни холодной рукой деланы. Раньше каждый дом свое лицо имел. Пусть и нынешние небезликими стоят. Виктор Кириллович Дыбенко, директор совхоза, убежден, что у сельского дома каждый угол красен должен быть. Дом ведь не только крыша над головой. И построить его непросто. Надо сказать, строительство хозяйственным способом всегда имеет свои трудности, свою специфику. Это недостаток строительных материалов, недостаток транспорта. Постоянно приходится испытывать. Мы сами сделали свой примитивный кирзавод. Делаем там шлакоблоки. Один к шести. То есть один шлакоблок заменяет шесть кирпичей. Берем шлак из отвала у города Ленинск-Кузнецка. Шах привозим. И там на станке примитивным с вибратором. Делаем вот такие кирпичи. В сутки мы делаем их тысячу штук. Вместе с новыми домами в селе выросли совхозная контора, магазины, сельсовет, дом быта. Не нужно ехать в город, шевышить костюм или платье, починить часы или бытовой прибор. Все на месте, все под рукой. Забота, доброе жилье окупаются старицею. Совхоз один из лучших в области. Хозяйство крепкое, на подъеме. Нам удалось решить в последние годы проблему жилья. Есть только очередь на улучшение жилплощади. В Чусовитинском решена не только проблема жилья, но и кадров. Всех хватает и специалистов, и рядовых тружеников. В этом немалая заслуга Виктора Кирилловича, директора совхоза, делегата 27-го съезда партии, чей дом, ничем не отличаясь, стоит в ряду других. Субтитры создавал DimaTorzok